Но мы сделаем немножечко разбивку, вы попользуетесь этой темой. У нас, значит, либо через 5 минут перерыв, давайте я выступлю поровка на 5 минут и сделаем первый. Значит, тема моего выступления – воинские искусства и их роль в повышении обороноспособности страны. Я представляю общенациональный неправительственный центр по предотвращению терроризма или Центр контртерроризма. Смотрите на нашем сайте материалы этого центра. Это неправительственный центр подчеркнул. И воинские искусства являются основой, в общем-то, нашей деятельности, поскольку многие люди, пишущие для нас или исследующие какие-то вопросы, они занимались боевыми искусствами и продолжают заниматься. Почему мы говорим «боинское искусство – основа обороноспособности»? Для того, что они помогают, во-первых, быть в форме физической хорошей, обладать выдержкой, моральными качествами высокими. И это все, в общем, в конечном итоге сказывается на отношениях тех же каратек или казаков, которые занимаются своими искусствами казаков. И не только казаков, но и других людей, занимающихся русскими видами боевых искусств или воинских искусств. Тут разница есть, конечно, но не будем о ней заострять внимание. То есть это все высокодуховные вещи воинских искусств. Здесь в докладе Сергея Евгеньевича было сказано как-то, что «новодел», переделывают каратэ, другие виды традиционных искусств, что-то свое. Как говорится, Бог в помощь. Один мой приятель, он должен был сегодня здесь быть, Ярман Васильевич Попов, он создал свою систему, новодел, чои, стиль чои или кружава, может слышали, то есть на основе древнерусских видов борьбы, забава, кружава. Он мне объяснял это все, почему кружава. Так вот чои, что это такое? Это честь, отвага, интеллект. Вот он собирает детей, молодежь в своем клубе и готовит из них. Сначала молодых ребят, потом постарше. И многие его приемы использовались в военной разведке на Советском Союзе. Сейчас его приглашают в США, потому что там очень большой интерес к российскому спецназу. Уже образовано в ряде городов несколько десятков клубов по изучению опыта советского спецназа. Ну, называют сейчас российским. Американцы почему-то тянутся и считают, что это лучше, чем все советское, лучше, чем американское. Есть такая интересная позиция в американском обществе. Это с одной стороны так, но с другой стороны все русские, которые туда уехали, в одном Чикаго проживает миллион триста тысяч человек. И их дети, их знакомые ходят на эти курсы и готовится сейчас большая конференция там по этому вопросу. Я как раз вот хочу сказать, что для обороноспособности воинское искусство в любой модификации, то, что в каждом виде есть, что есть, вот то, что сказал Герман Васильевич, честь, отвага, интеллект. Это не тупое разбивание, там, как говорится, кирпичей и лиц, вот. Это как раз выдержка, которая направлена на достижение высоких духовных целей. Короче, да, вот у нас есть почему-то ставка на государственную поддержку воинских искусств, а я предлагаю находить эту поддержку у второго и третьего сектора наших обществ, не только в России, но и за рубежом, в зарубежных странах. Что такое второй сектор? Это частный сектор. Сейчас мы живем в веку приватизации, частный сектор развивается, там очень много негатива, связанного с рейдерством, с коррупцией. И вот все это должно быть под большим, как говорится, наблюдением и охраной всего хорошего от всего плохого. Третий сектор – это общественные организации. Вот те же казачьи общины, религиозные общины, все, что хотите. И там, где проповедуются и занимаются люди воинскими искусствами, мы должны приветствовать и объединять. И вот в нашем центре констерроризма разработана программа для российского региона мира, куда входят все русскоязычные. Это не обязательно должно быть только православные. Это могут быть мусульмане русскоязычные, могут быть иудеи русскоязычные, кто хотите. И вот эту идею уже целый год, как говорится, мы пробиваем и предлагаем на этом круглом столе реализовывать через контакты с нашим центром или с нашими потенциальными партнерами в тех же Соединенных Штатах, в других странах Запада, может быть, даже в странах Востока. То есть здесь есть, как говорится, и желание у людей развивать воинские искусства. Для чего? Для того, чтобы охранять своих людей, которые здесь, свои инвестиции, свои будущие доходы от трейдерских захватов, от коррупции, от насилия несанкционированного, как говорится, сверху. То есть от всего негатива, который, к сожалению, мешает нам жить. Ну, у меня все. Если есть какие-то вопросы, подходите во время перерыва или после перерыва. Спасибо за внимание.